Всем привет, с вами Гамбит. Возвращаемся в карьеру за футбольный клуб Парма. Парма в целом-то очень хорошо выступает под руководством Фабио Канавара. У нас сейчас очень интересное противостояние. Показывают Фабригасы, показывают Денайра, Комо у себя дома. Команда с 14-го места будет принимать лидера чемпионата Парму. Но я предлагаю сначала посмотреть на расписание. У нас Комо, дальше Спал. Напомню, что мы потерпели два поражения в прошлом выпуске. Но и дважды разгромили своего соперника. Это Бреша и Барри попали под каток. Так вот, у нас Комо Спал, Асколи и Пиза. Пицца. Будет пицца. Вот, итальянская. И что? И совсем немного у нас осталось матчей до конца сезона. Серьезные потери в лице Алексиса Вега. Комо 4-4-2, расстановка Кутроны. А Фабригас не играет в основе. Это грустно. Но мы выходим. Раджана Ингалан. Немного закрутил Раджа Томас Рицу. И Барнабе! Залетело! Недоразумение какое-то залетает в ворота Комы. И мы уже делаем счет 1-0. Давайте посмотрим. Ну, это удар точный в уголок. Но, по-моему, ребятки, там был рикошет. Да. Рикошет был. И Адриан Бернабе! 18-й гол этого юнца. Вот сейчас, посмотрите! Джан-Луиджи Буфон! Сколько раз я себе говорил, ну не надо через кнопку отбора. Хотя кто-то мне писал, почему ты не отбираешь мяч, а только жакеем пользуешься. Ребят, да тут... У них контроль мяча такой нереальный. Такой нереальный контроль мяча. Ну как так, а? Ну как так получается? Одно и то же. Одно и то же. Эти гребаные оскоки. Этих гребаных ребятишек. Которые нас атакуют. У нас есть свои фишки, которыми пользуемся у них свои. Бернабе. И Томас Рицо. В ближний угол. В покойстве. Хотя судья добавил уже одну минуту. Там идет третья. Томас Рицо. Очередной гол. И что это значит? Сейчас посмотрим. Писали насчет исторического какого-то события. Показалось на секундочку, что голки превысмаркивается. Нет. Томас Рицо. Сорок. Пятая минута. Тридцатый гол. И это... И это блестяще. Да господи, что? Серьезно? Монтес. Бесплатный защитник. Переходит по Францию, да? Куда-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было шикарно. Разыграли. Мы, конечно, на это повелись. Как селедки. У нас контратака. Михайло. Великолепный выход. Я думал, что не получится у нас пробить. Я думал, что отпустили. Но нет. Ман. 1-3. Великолепная возможность была футбольного клуба Кому. Чтобы забить. Чтобы сравнять счет. В итоге, как это часто бывает в футболе. И не только в футболе. И своим шансом, наверное, не воспользовался. Но. Твой соперник. В следующей же атаке. Делает счет уже 3-1. И это было опасно. И это было близко. На право фланг. Афиф. Шикарная передача. Афиф, как всегда, великолепен. Вроде бы мяч отобрали. У нас угловой. У нас угловой. У наших ворот. Подача Денайр. Выиграй борьбу. И можно попытаться что-то придумать в контратаке. Там Афиф. Афиф. Давай, жди прострела. И Бенедичек отправляет футбольный клуб Кома. Собственно, в ту самую Кому. 1-4. Это тяжелейший нокаут. Я молчал, потому что думаю, забьет, не забьет. Первый гол. Первый гол седьмого номера. И вкалачит мяч польский. Чуть не ляпнул бомбардир, но польский нападающий. Это факт. Сразу же сносит. Первый гол в десяти матчах. Русо спокойно. Две минуты добавил судья. И, собственно, 4-1 разгром. Так, ребят, у нас ежемесячный отчет скаута. Давайте-ка посмотрим. Из Нигерии, да, примчал скаут. И что-то тут прям... Прям грустновато. Ничего. Ничего. Ничего хорошего. Паспортная погода. Играем дома. Состав у нас без изменений. И мы выходим. Лидер чемпионата футболик-клуб Парма под руководством Фабио Коновара великолепно выступает. И на стадионео Тордини будет принимать очередного соперника. И я надеюсь, это будет очередная жертва для нашей команды. Тем временем на Инголан завершает карьеру. Очень жаль. Очень как-то обидно. Даже я бы сказал, контратака может быть опасная. Кто там на дальней? А на дальней никого. Парнабе. Через центр. Через центр выходит великолепно просто. Наши соперники. Раджана Инголан. Михайло. Парнабе. Парнабе. Вот сейчас. И какой гол. Спасибо голкиперу. Нет. Спасибо холлпеперу. 1-0. 1-0. Выходим вперед. И снова отличается Томас Рицу. Освободился. Остановил. Пробил. Я не знаю. Я думаю, голов 20. Он таких забил точно. Ну, здесь, конечно, защитнику просто не повезло. Он все поставил на кон этим выносом мяча ножницами. И Томас Рицу. Снова забивает. 31-й гол. И передача на мана. Парнабе. Нет. Томас Рицу. Прошу. Ну, там и защитник. Все. В том самом углу. Ну, ладненько. У нас будет только угловой. Парнабе. Подача штрафную. И какой выстрел. Это Ман. Чавес. С левой ноги. Атака вторым темпом. Еще один удар. Раджана Ингалан. Подача штрафную. Это Романьоли. Атака спала. Ой, вот это может быть опасно. Вот и все. Спокойненько. 1-1. Мы наиграли на 2. Они... Я не помню. У них вообще были моменты. Ладно. Михайло. Хорошо. Барнабе. 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 Что было? Это великолепный гол. Также хочу выделить Румына Михайло, который великолепно который великолепно развернулся, протащил и... Ну, слушайте, из ничего. Я считаю, просто как-то вот у нас так все здорово получилось. Посмотрите, развернулся и разглядел, что Рица уже забегает. 2-1. Томас Рица, Барнабе и Михайло. Михайло тоже хочу опять же подчеркнуть, что именно он протащил мяч по флангу. Ох, какой дальний выстрел. И Джан Луиджи Буфон. Джан Луиджи Буфон. На месте Буфонища. Подача штрафную. Опасно. Из-за этого могли, кстати, пинать еще поставить. Ну, а еще один угловой Эспозитов. На ближнюю штангу. Денайр. Это было близко. 64-я минута. По-прежнему очень скользкий счет. На правом фланге. Только бросаясь и сразу же только пытаясь идти в отбор, сразу же наносится удар. Подача штрафную. Михайло. Давай золотой. набирай скорость. Так. Давайте-ка сделаем замены. Это что было сейчас? Это что сейчас было? Это 2-2, ребят. 2-2. Ой, как так получилось? А я даже не понял этот отскок. И 2-2. Передача. Афиев. Конадыча. Ткнул пыром. Я считаю, это прям идеальный был удар. По-другому никак. Быстро не получилось бы. И у нас угловой. К мячу подходит Афиев. Нет, нам нужна левая нога. Лучшая левая нога на Диком Западе. А ее нет. Ладно, давайте разыграем тогда. Эстевис. Ну, наверное, судья будет свистеть. Да, 2-2. Мне интересно посмотреть статистику. По моим ощущениям, ну, мы были ближе к победе. Сейчас посмотрим. Ну, ощущения меня, так сказать, не подвели. Мы, друзья, тем временем сразу же перемещаемся на матч с Аскулием. Состав у нас без изменений. Чавес на Ингалан и Михайло Ман и Бернабе. Ну что, поехали? И все падают. Бернабе. Передача на Томаса Ринсу летит. Томас. Опасно. Опасно. Так, ладно. Что? А что было? Что? Серьезно? Блин, твой дурачок 23-й номер просто врезается в нашего защитника. Я даже... И Джаллуиджи Буфон. Я в шоке. Ладно, погнали. Такое не берется. Буфон угадал. Такое не берется. И у нас еще желтое. Идеальный удар. Не оставили нам шансов липовый пенальти. Я считаю, это просто бред какой-то. Ну ладно. По Масрицу. Попробуем? А что пробовать? Нужно просто брать и делать. Нужно просто брать и делать. 31-я минута. Заходит еще один красивейший гол ворота наших соперников. Ман. Красавец. 1-1. Денчик хорош. Хорош, Ден. И Джан Луиджи Буфон. У меня дико начала лагать игра, когда соперник увеличил скорости. Что это сейчас? Буфон еще. Ребят, кто-то писал в комментариях, что Буфон не тачит. Ребят, вы серьезно? Там голкиперы бывают, у которых по 90 уровень и не играют как говно. Так что, ну, такое себе. Ой-ой-ой. Да, жестко. Михайло. Чавес. Томас Риццо. 1-2. Томас Риццо. Хорошо. Растянули. Редко я пользуюсь вот такими атаками через фланг, спокойно в центр и на одному нападающего и у нас 2-1. 2-1. И вот на Бенедичика и офсайт. 1-2. Судьи здесь ужасные. Я не врубаюсь. Когда они будут свистеть, непонятно. Ну, в принципе, как в реальной жизни. Здесь на самом деле реализм. Иногда реально смотришь футбол и не понимаешь. как будто правила меняются каждый месяц. Что-то добавляют, что-то. то есть, бывает такое. Так, у нас заключительный матч. Играем с пиццей. На четвертом месте располагается эта команда. Играем у себя дома. В прошлый раз мы их разнесли в пух и прах. По-моему, 4-1. Был разгром. И я надеюсь, что эта, так сказать, традиция продолжится. Почему бы и дома этого не сделать? Состав у нас боевой. Афиф у нас вышел в основе вместо Михайла. Пока не могу понять, кто из них кто. Кто лучше играет. Кем мне, так сказать, проще играть. Но Афиф, он попластичнее. Как ни крути. И Риццо на Афифа. Может быть, опасно на дальней штанге. Кто? Афиф. Риццо. Но это классика жанра. Барнабе. 1-0. Забиваем. Афиф. Ой, как хорошо сейчас там Риццо-то летел. Показывал, говорит. Старичок, старичок. Отдай передачу. Афиф. Чавес. Афиф. Афиф. Это уничтожение. Это уничтожение. И Барнабе, второй мяч, прям как под копирку. Беру свои слова обратно по поводу Афифа. Ну, по крайней мере, не зря, не зря он сидит на скамейке запасных, выходит и выкладывается по полной программе. Никому места забронирован нет. То есть, каждый может сесть на скамейку запасных. Афиф. Снова Афиф. И хитрик Барнабе к 36-й минуте. Хитрик Барнабе. Он забирает мяч, потому что он хочет еще, наверное, забить по-быстрому в первом тайме. Не знаю. Спокойно. И все через фланг Афифа. Посидел немного катарец. И раздает. Под левую. четенько. 3-1. Хорош. Хорош. Ман. Снова Ман. И первый гол нашего Тулия Касады. Тули Касада. Хер его знает, ребятки. Он забивает. Он забивает. 4-1. И Пицца снова получает 4 мяча в свою калиточку. Так, ты подожди. Не ломай ноги нашим парням. Очень, очень опасно. Первый гол. Первый гол молодого итальянца. У нас угловой. 80-я минута. Здесь уже все понятно. Подача штрафную. Михайло свеженький. Будет убегать. Михайло! Не бил я в одно касание. Майн голланд обязан был забивать. Жан-Луи Джебуфон. Игра начинает тормозить. Вот честно. Она очень редко тормозит. Ну, блин, неподходящий момент. Не всегда, конечно, но бывают у нее какие-то сбои. Еще один момент. 4-1. По-прежнему 4-1. Ой, хорошо там. Очень здорово. Михайло. Передача. Томас Риццо. Давай золотой. Блокировка там была стопроцентная. Я все это видел и бил как уперся рогом и просто бил. что, 4-1 разгромили, так сказать, напоследок этого выпуска. Хитрик Парнабе. Ребята, у нас отчет скаута. Итальянские вратари. Ну, что, как всегда, наверное, опять какая-нибудь лажа. Опа, опа, а вот это интересно. Посмотрите. Лонго. 3-100. Но, на самом деле, я не припомню 3-100. Хотя нет, по-моему, у меня в какой-то карьере был 3-700. Ладненько, давайте подписывать. 17-летний парень. Прекрасно. Я думаю, надеюсь, по крайней мере, что это в будущем преемник Джану Луиджа Буфона. Это Рицца, 33 мяча. Парнабе уже идет на 2-й месте. 21 гол наколотил испанец. Барнабе на самом деле идет на лучшего футболиста, я считаю. То есть, плюс голевые и мячи. Вы представляете, что Барнабе поучаствовал в 6, конечно, сколько он? 21 мяч забил, 16 голевых. 18. Ну да, я считаю, что Барнабе идет пока на лучшего футболиста серии Б этого сезона. А у Рицца сколько голевых передач? У Рицца всего 9, но его задача, конечно, бомбардировать, так сказать. По сухарям. Мда. Не знаю, когда у нас... Ну, Буфон, 4 сухарика, 12 сухарей. Обалдеть. По 12 сухарей. Обалдеть. Ну, это хорошо. Это прям, прям сильно, я считаю. Ладно, друзья, давайте загругляться. Как всегда, напоминаю, лучшая поддержка канала это лайки и комментарии под видео. Я очень на это надеюсь. С вами был Гамбит. Мы увидимся совсем скоро. Скоро за финалем этот первый сезон. Посмотрим, как все по итогу будет. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.